Техническое описание кода неисправности OBD2, неисправность соленоида D-контроля давления, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности коробки передач, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, оснащенным автоматической коробкой передач, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Toyota, Chevy, Chevrolet, Lexus, Nissan, GMS, Cadillac, Pontiac, Big, Honda, Acura, Mercedes-Benz, VW, Audi и т.д. Далее хотя в общем случае точные этапы ремонта могут варьируется в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, когда установлен код неисправности P2713 OBD2, модуль управления силовой трансмиссией PSM обнаружил проблему с соленоидом управления давлением трансмиссии D. Большинство автоматических коробок передач включают по крайней мере три соленоида, которые являются соленоидом A, B и S. Коды неисправности к соленоиду D относятся к коды P2713, P2714, P2715, P2716 и P2717. Набор кодов основан на конкретной неисправности, которая предупреждает PSM и загорается индикатор Check Engine, назначение соленоидов для контроля давления в трансмиссии, контроль давления жидкости для правильной работы автоматической трансмиссии. PSM получает электронный сигнал, основанный на давлении внутри соленоидов, автоматическая коробка передач управляется лентами и сцеплениями, которые переключают передачи, поддерживая давление жидкости в нужном месте в нужное время, на основе сигналов от соответствующих устройств, контролирующих скорость автомобиля. PSM управляет соленоидами давления, чтобы направлять жидкость при соответствующем давлении в различные гидравлические контуры, которые изменяют передаточное число коробки передач в нужное время, код P2713 устанавливается PSM, когда соленоид управления давлением D испытывает общую неисправность, пример соленоида управления давлением трансмиссии, какова серьезность этого кода неисправности? Серьезность этого кода обычно начинается как умеренная, но он может быстро перейти на более серьезный уровень, если своевременно неисправить, каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P2713 могут включать в себя, автомобиль переходит в режим ожидания, коробка передач проскальзывает при переключении, перегрев коробки передач, трансмиссия ловит передачу, снижение расхода топлива, возможно симптомы, похожие на осечку. Проверьте, горит ли лампа двигателя, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причинами этого кода передачи P2713 могут быть, неисправный соленоид управления давлением, грязная или загрязненная жидкость, загрязнен или засорен фильтр передачи, неисправный насос трансмиссии, неисправен корпус клапана коробки передач, ограниченные гидравлические переходы, разъеденный или поврежденный разъем, неисправная или поврежденная проводка, неисправный ПКМ. Какие шаги по устранению неполадок P2713? Перед началом процесса поиска и устранения неисправности необходимо изучить бюллетени технической поддержки, TSB, для конкретного автомобиля по годам, моделей и трансмиссии в некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении, вам также следует проверить записи автомобиля, чтобы проверить, когда последний раз менялся фильтр и жидкость, если это возможно, Проверка жидкости и проводки Продвинутые шаги Отсутствие непрерывности является признаком неисправной проводки, которая открыта или замкнута и должна быть отремонтирована или заменена, каковы некоторые общие исправления для этого кода Замена жидкости и фильтра, замените неисправный электромагнитный клапан управления давлением, отремонтируйте или замените неисправный трансмиссионный насос Отремонтируйте или замените неисправный корпус клапана коробки передач, промывка трансмиссии для очистки проходов, очистка от коррозии разъемов, ремонт или замена проводки, перепрошивка или замена PSM Возможный ошибочный диагноз, проблема с пропуском двигателя, проблема с трансмиссионным насосом, внутренняя проблема передачи Проблема с трансмиссией Надеемся, что информация в этой статье была полезна, чтобы указать вам правильное направление, чтобы исправить проблему с вашим кодом неисправности электромагнитного клапана контроля давления Эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет